Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале Логопедическая помощь. С вами логопед, дефектолог и вокальный педагог Евгения Владимировна Потюпина. В свете того, что сейчас мы не можем пользоваться некоторыми соцсетями, думаю, что стоит вам коротко показать, почему я имею право делать это видео и почему я имею право вообще корректировать людей, у которых что-либо случилось серьезное с голосом. Голос пропал! Сегодня будем говорить о восстановлении голоса после различных хирургических вмешательств либо с порезами, которые появляются вследствие разных других причин, потому что причин возникновения порезов на самом деле несколько. И в этом видео я не буду вам это все перечислять, лишний раз расстраивать вас. Я наоборот призываю вас собраться и приготовиться к длительной работе. Почему я практически уверена в том, что у вас будут обязательно хорошие результаты, потому что в свое время мне тоже приходилось оставаться совсем без голоса. А учитывая то, что я работала именно голосом, я была радиоведущей, я была вокалисткой, голос просто пропал вследствие разных причин. Не буду сейчас тоже об этом вдаваться в подробности. Как видите, голос я восстановила. Я не только хорошо говорю, но еще и пою. Причем пою не дома, я пою профессионально, в коллективах и так далее. Что сегодня я хочу вам рассказать? Первое. Если у вас случилась неприятность голоса, неприятность эту мы переживем. Мы постараемся сделать так, чтобы вы смогли все равно прекрасно коммуницировать. Что такое пропал голос? Для человека, который никогда его не терял, может быть ничего страшного и нет. Подумаешь, ну и что голос? Ну что такое голос? Это же не рука, нога. Нет, на самом деле можно это сравнить визуально с тем, что у вас вдруг подразмылся образ. И ваше тело, которым вы выходите в свет на улицу, оно стало нечетким. Оно стало каким-то кривым и странным. Сразу заметно, правда же? А голос это то же самое. Это наша визитная карточка. Это то, с чем мы в мир приходим. Это то, чем мы можем влиять на людей. Ласково, нежно или крепко и жестко что-то сказать, отстоять свои права. И когда голос пропадает, мы становимся беспомощными. Нас воспринимают странно и слабыми. Голос это сила. Ребенку дан голос для того, чтобы он заявил о себе. Ну а взрослый человек уже умеет этим голосом правильно пользоваться. Итак, случилась неприятность. Пропал голос вследствие разных причин. Сегодня говорим о глубоком восстановлении голоса. И это включает в себя, помимо того, что сегодня мы занимаемся, почему это произошло. И что с этим делать? Это сегодня первая наша с вами встреча. Затем будет встреча. Коррекция дыхания физиологического и фонационного. Потом расскажу в каждом следующем блоке, что это такое. Далее следует координация фонопедическая. То есть непосредственно голосообразование. Перевод это в резонаторы и на фонационное дыхание. Работа надставной трубки. Работа артикуляционных мышц. Все это будет включено. И позже автоматизация при помощи вокальных упражнений. С первого дня все это пробовать категорически нельзя. Потому что если у вас парез или паралич или резекция, гортань, что угодно еще. И у вас нет специалиста, который оказался бы здесь и сейчас под рукой. И таких людей очень много, которые оказываются один на один со своей проблемой. Честно говоря, я тоже не исключение. Когда у меня пропал голос, я обратилась ко всем тем буквально, кто мне в этом помогал. В пропаже голоса. Мне сказали, ничего не могу поделать, разбирайтесь. Наверное, у вас что-то там. Ищите у врачей причину. Долго я искала причину у врачей. Оказалось, что все-таки это неправильная координация. И с этим можно справиться. И с какими-то моментами, несмотря на органические нарушения. Хоть я всегда говорю, если не органика, то вообще не переживайте. Если не органические нарушения. Например, парез, когда одна голосовая складка повисла, а вторая продолжает свою работу. Все равно можно попробовать, настроиться на успех. И часто бывает благоприятный результат. Здесь, правда, очень важно вовремя начать. Практически сразу после того, как случился парез, через 3-6 недель необходимо подключить занятия с фонопедом, с дефектологом. Это должен быть комплексный такой подход. Мероприятий должно быть много. Здесь и фонеатры делают блокады и вливания. То есть это все фонеатрический кабинет. Здесь и физиотерапия. Здесь и фонационные занятия как раз с дефектологом или вокальным педагогом, если он владеет такими знаниями. Но вот, допустим, нет у вас возможности по разным причинам. Может быть, по медицинским показаниям. Или вы в отдаленной местности живете. Нет, возможности никакой. Тогда воспользуйтесь этим видео. Если у вас есть возможность обратиться к специалистам живым, которые рядом с вами, и они в этом понимают и хотят вам помочь, выключайте и идите к ним. Потому что все равно контакт есть контакт. Не контакт есть не контакт. Итак, настраиваемся на то, что все будет хорошо. Верим в себя. Строим себе планы на будущее. Еще представляем, как мы будем говорить прекрасно через некоторое время. Можно даже сделать маленькую медитацию. Закройте глаза. Вот прямо сейчас закройте глаза. И представьте свою линию жизни. Ну, в какую сторону. У меня вот она, например, идет куда-то туда вправо. Может быть, у кого-то она идет вперед. Назад нельзя. Не рекомендуется. Вперед, вправо, влево, куда угодно. И вот вы на этой плоскости, на этой линейке жизни находитесь. Посмотрите, какой ваш голос будет через, не знаю, год, например. После того, как вы активно будете заниматься и делать все упражнения. Послушайте себя, как вы говорите. Если вам не нравится, значит, измените то, к чему вы идете. Представьте, что там через год все прекрасно. И идите к этому результату. Вообще, я вам скажу, я не мастер в релаксационных упражнениях. Я частично их использую. Но здесь немножко все-таки психотерапевтические нужны данные. Я вас просто призываю настроиться на то, что все будет хорошо. Тем более, я вам помогу. Я знаю, о чем я говорю. Потому что я сама прошла через многое по потере голоса и его восстановлению. Итак, начинаем.